Рыбалки подходило к своему завершению. За время пребывания в этом красивейшем крае нашим рыболовам удалось порыбачить как на реках полуострова, так и в море. В быстрых и чистых речках объектами ловли были представители семейства лососевых. Кумжа, Галец, Нерка и Кижич. Для того, чтобы их поймать рыболовам, пришлось совершить целое путешествие и дважды пересечь Камчатку от побережья до побережья. За перевалами Срединого хребта остались промозглые туманы в горах и штормовой ветер Охотского побережья с холодными потоками дождя, летящими параллельно земле. Здесь, в юго-восточной части полуострова, где недалеко от подножия Авачинской сопки расположился главный город области Петропавловск-Камчатский, всё было по-другому. Нагонные волны далёкого шторма, которые досаждали в предыдущих выходах в море, почти стихли, и катер, отойдя от причала, направился к месту ловли камбалы. Последнее летнее тепло растекалось по побережью, и казалось, что даже непостоянная погода на этот раз смирила свои капризы. Правда, в самом конце экспедиции приближающаяся осень приготовил нам ещё один сюрприз. Из-за наползавшего с тихого океана тумана выход катера в открытый море стал невозможен, поэтому было принято решение начать рыбалку у выхода из Авачинской губы. Позволю напомнить вам, уважаемые зрители, общеизвестный факт. При подготовке к ловле и выборе оснастки должны быть по возможности учтены особенности поведения потенциального объекта ловли. Пока катер следовал вдоль изрезанных берегов Авачинской губы к месту рыбалки, члены экспедиции стали подготавливать снасти. Сегодня рыболовы нацелились на ловлю донных рыб, поэтому и оснастка требовала специфического обустройства. Её оснастку требовалось адаптировать к пищевому поведению камбала. Дело в том, что эта плоская хищница ожидает добычу, лёжа на дне. При этом форма её тела и способность к маскировке делают рыбу практически незаметной для объектов охоты. Чаще всего к камбале на стол попадают малоподвижные морские обитатели, различные мелкие ракообразные моллюски и тому подобные мелочи. Хотя камчатские камбалы не относятся к выдающимся охотникам, но всё же в их рационе могут оказаться и мелкие рыбёшки, оказавшиеся в пределах досягаемости броска, который камбала способны совершать с молниеносной скоростью. Учитывая эти особенности поведения рыбы, наши экспедиционеры установили на основной леске длинные повадки. Такая оснастка обеспечивает при игре плавное опускание приманки, что способно спровоцировать хватку. В качестве наживки рыболовы успешно используют так называемую нарезку, кусочки рыбного филе, которое привлекает придонную жительницу своим запахом. Напомню, что у многих рыб обоняние хорошо развито, и оно, в частности, позволяет достаточно точно определить местонахождение пищи. Кстати, существуют вещества, которые хорошо привлекают рыбу. На представителей семейства карповых, например, неотразимо действуют ваниль, корица, укроп или другие ароматизаторы. Есть случаи успешного применения в рыболовной практике довольно необычных веществ, таких как керосин и палённый коровий рог. Но только вот пользоваться такими пахучими приманками надо весьма осмотрительно, так как неправильное их применение может создать прямо противоположный эффект. Наконец, катер приблизился к намеченной цели. Участники рыбалки почти в полной боевой готовности. Подготовлены к работе спиннинги, и экспедиционеры в предстартовом томлении занялись насаживанием наживки на крючки ярусных снастей. В жаргонном современном смысле, что жить без неё невозможно, а в смысле очутиться в такой ситуации, когда крючок с насадкой попадает в самую гущу кормящихся представителей ихтиофауны. Судя по всему, нашим экспедиционерам повезло, так как их катер расположился, если так можно выразиться, буквально над залежами комбалы. Рыба активно атаковала приманки, и похоже, что и было всё равно, какая снасть применялась в данный момент. Камбала с успехом ловилась и на примитивный самодур, и на навороченный спиннинг. Практически после каждой проводки следовала поклёвка, и очередной трофей оказывался на палубе судна. Рыболовы расположились вдоль бортов катера, так, чтобы не мешать друг другу. Спиннинг, которым был вооружён Борис Борисович, был явно мягковат для морской ловли, но это обстоятельство позволяло мастеру при поимке камбалы ощущать все телодвижения рыбы. Правда, у дилища Бориса Борисовича не рассчитана на вываживание крупной добычи, но работа такой снастью приятно щекочет нервы и позволяет найти приключения там, где их обычно быть не должно. Напротив, Томас, у которого в руках более мощная снасть, совершенно спокоен. Конец его спиннинга лишь слегка изгибался, амортизируя рывки килограммовой камбалы. С таким тяжёлым вооружением даже исход потенциальной встречи с солидным противником, типа трески или палтуса, практически предрешён в пользу рыболову. Отвлекаясь от процесса ловли, я замечу, что их теологи выделяют около 500 видов камбал, из них 28 встречаются у побережья Камчатки. Камбаловы ведут донный образ жизни и обитают во всех морях Мирового океана, кроме, ну, разве что Антарктики. Представители этого семейства, как, впрочем, у многих других, совершают сезонные миграции. У различных видов камбал различные сроки нереста. Желтобрюха, скажем, нерестится весной. По мере прогревания воды она выходит для нереста в прибрежную зону на глубины от 15 до 40 метров. И после совершения таинства продолжения рода остаётся кормиться в этих местах до осени. С наступлением зимнего периода с желтобрюхой Камбала уходит от берега на большие глубины. Пока наши экспедиционеры вели ловлю, по рации поступило предупреждение метеослужбы о приближении тумана. Впрочем, рыболовы уже давно обратили внимание на серую пелену, которая постепенно приближалась со стороны моря. Время от времени катер снимался с якоря для того, чтобы отойти от неё на безопасное расстояние. Но туман постепенно настигал беглецо и вскоре встал стеной за тремя браками. Такое название носит три скалы, возвышающиеся над водой вблизи от входа в Авачинскую бухту. Поскольку клевало в этот раз в основном у дна, при плавном и неспешном перемещении приманок некоторые из рыболов сняли с конца оснасток грузила, установив вместо них крупные джиг-головки. В качестве наживки ими опять-таки было использовано рыбное филе. Такое переустройство снастью улучшило результативность рыбалки. На незначительной по местным условиям глубине, а она составляла порядка 20 метров, поклёвки ощущались довольно отчётливо, а медленная проводка увеличивала их количество. Хотя рыбалка шла довольно весело, нам в конце концов из-за приближающегося тумана пришлось всё же снять с якоря и отправиться в акваторию. Спиннинговая и ярусная. Ярусная используется для облавливания вертикальных слоёв воды, а спиннинговая горизонтальных и вертикальных. Однако ярусная снасть отличается более простым устройством, поэтому она популярна среди рыболовов. Камчатские рыболовы и наши экспедиционеры использовали спиннинговое удилище среднего строя с тестом от 100 до 200 граммов. Такие стекло- и углекомпозитные удилища способны противостоять рывкам достаточно крупной рыбы. На спиннинге устанавливались силовые мультипликаторные и безинерционные катушки в морском исполнении. Для ловли придонных рыб нашими рыболовами успешно использовались силиконовые приманки, твистеры и виброхвосты. Как и в других случаях, наиболее уловистыми оказались насадки красного и белого цвета. Чтобы уменьшить перекручивание лески, спиннингисты привязывали поводки к тройному вертлюжку. У местных рыболовов довольно популярна разновидность яростной снасти, которая известна под названием самодур. Характерной особенностью данной оснастки настроенной для ловли придонных рыб являются длинные поводки. Особенно привлекательной для палтуса в миру активного хищника оказалась насадка из рыбного филе. Хочу обратить ваше внимание, дорогие зрители, на специфическую подробность. Диаметр основной лески, применяемой в яростных снастях местными рыболовами, составляет от 1 до 2 миллиметров. Наши экспедиционеры, с учетом того, что ими использовались спиннинги, применяли более тонкие лески с толщиной от 5 до 8 десятых миллиметров. Так как Камбала ловилась в основном некрупная, то один из рыболов рискнул поставить на катушку шпули с мононитью в 0,3, за что чуть был не поплатился потери добычи. Подмечено, что чем тоньше применяемая снасть, тем больше вероятность поклевок. Такой тонкой снастью легче управлять, сообщая приманке необходимую игру, и она не так настораживает рыбу. Причем именно на тонкую снасть при прочих равных условиях попадаются наиболее солидные представители теопауны. Однако при поклевке крупной рыбы нельзя забывать, что прочность лески не рассчитана на вываживание такого противника на пролом, поэтому в избежание потери добычи события форсировать не рекомендуется. Существенную помощь рыболову, попавшему в такую ситуацию, оказывает фрикционное тормозное устройство, которым оснащены мультипликаторные и безинерционные катушки. Правильно отрегулированный тормоз во время рывка рыбы позволяет повернуться шпуле и сдать леску, и тем самым предотвратить обрыв. Вот и теперь, благодаря вовремя сработавшему фрикциону, одному из героев, хотя и с большим трудом, но все-таки удалось одержать победу над 17-килограммовым палтусом. Помню, что Камбала засадный охотник, так сказать, в чистом виде, поджидающий добычу, затаившись на дне, а вот ее ближайший, родственник Балтус, способен вести охоту как из засады, так и в толще воды. Судя по всему, в этой ситуации он на свою беду оказался в приманке быстрее, чем в донной обитательнице, и, естественно, стал трофеем рыболов. В конце концов, натуральная насадка, именно рыбное филе, было оценено по достоинству нашими экспедиционерами. Даже Томас, гроза лососей сигов, убрав коробку твистера и виброхвосты, с удовольствием использовал эту приманку при ловле камбала. Кстати, изменил он и саму технику ловли. Теперь Томас не забрасывал приманку, а давал ей свободно опуститься на дно, опустив в скобу лесоукладывателя катушки и работал спиннингом, как обычной яростной снастью. Но со всей ныне реликтовой большевистской прямотой признаемся, что камбала, которые становились трофеями экспедиционеров, были некрупными. Вес отдельных особей редко превышал один килограмм. Апикафиш представляет Нежнейшее теплое белье из шерсти ангорских кроликов. Настоящие норвежские свитера. Отличные зимние комбинезоны. И супертеплая обувь Сорелл из Канады. Внимание у рыболовов-зимников. Пилы для льда. Шведские буры Мора и Мораэксперт. Лучшие ледобуры в мире. Консаку из Финляндии. Любые диаметры, запасные лезвия. Гарантия Апикафиш. Вам, дорогие зрители, конечно, хорошо известно, что подчас бывает так. Рыболов начинает рыбалку в одном месте, завершает её в другом, далеко от точки первого заброса. Так случилось и на этот раз. Если дебют матча по прореживанию камбалового населения начался у выхода из губы, то Эншпель проходил в уютной акватории Авачинской бухты. В течение всей рыбалки экспедиционеры неоднократно меняли места ловли. Виновник их перемещений, густой туман, выжимал рыболовов с места стоянок рыбы и в конце концов вынудил катер вернуться к отправной точке маршрута, а именно в Авачинскую бухту, где пока ещё светило солнце. Честно говоря, наши ребята не очень расстроились, так как интенсивность клео в акватории порта практически не отличалась от таковой в тех местах, которые им пришлось покинуть. Но вот размеры местных камбал были несколько помельче. Так что некоторые камчедалы решили закончить процесс и, смотав снасти, продолжили участие в рыбалке в качестве группы поддержки. Но члены команды рыбалки, используя последнюю в этой поездке возможность насладиться мгновениями морской ловли, стали интенсивно обрабатывать дно бухты. Отмечу, что поведение камбала при вываживании довольно любопытно. Дело в том, что рыба при подъёме её на поверхность постоянно стремится изменить положение своего тела. В результате таких эволюций к собственному сопротивлению рыбы добавляется и сопротивление воды. Вот и получалось, что даже при поклёвке некрупной камбалы в момент, когда ей удавалось развернуть своё плоское тело перпендикулярной лески, у рыбалов порой создавалось обманчивое впечатление, что на крючке находится весьма достойная добыча. Всё это придало процессу то, за что, собственно говоря, и любят рыбаки свои любимые занятия, а именно остроту ощущений. Надо отметить, что некоторые продвинутые ловцы, утолив рыбацкую жажду в виде нескольких достойных экземпляров или оставив в садке необходимое количество трофеев, не уходят с водоёма, а продолжают ловлю, отпуская после поимки рыбу в её родную стихию. Редактор субтитров А.Семкин